Одно из самых разрушительных землетрясений в истории человечества, Спитакское, не сломило их. Ровесники страшной катастрофы сейчас не только восстанавливают северную столицу Армении, они делают все, чтобы Гюмри был городом с богатой культурой, в котором живут активные, творческие и волевые люди. С некоторыми из них встретился Армен Осипянц. Воспитанники ансамбля Дэхцаник встречают выпускника Сэвака Хачатряна как старшего брата. Он всегда делится опытом, дает советы. Лауреат престижных песенных телепроектов, участник международных конкурсов, сейчас поет в военном оркестре. Там о нем говорят из поколения победителей. На зарубежных гастролях ансамбль представляет Гюмри не как бывшую зону бедствия, а как город с богатой культурой и искусством. После землетрясения ансамбль воспитал не одно поколение, доказал, что гюмрийцы не сломились, город развивается. Катастрофа произошла 7 декабря 1988 года. Десятибальные толчки в одно мгновение разрушили почти всю северную часть Армении. В руины превратились Спитак, Лагинакан, бывший Гюмри, Степанован и Киревакан, нынешний Ванадзор. Всего больше 300 населенных пунктов. Жертвами стали 25 тысяч человек. В 1988-м добрые люди помогали их родственникам и близким. Сегодня эти ребята протягивают руку помощи нуждающимся. Активисты молодежной общественной организации реализуют десятки соцпроектов. Один из них – подарки и сладости воспитанникам детского интерната. Еще один проект – создание нескольких катков в Гюмри. Первая ледовая арена появилась три года назад. Сейчас здесь чистят территорию и ждут морозов. После землетрясения в Гюмри не было мест зимних развлечений. Мы решили создать каток. Он изменил городскую атмосферу, способствовал увеличению туристов. Очень много гостей приезжали из СНГ. Но наша главная цель – благотворительность. Доход от продажи билетов направляем на помощь детдомам, интернатам, малобеспеченным семьям. Лилит Тогмасян в момент, когда произошло землетрясение, была младенцем. Выжила благодаря маме. Сейчас преподает армянскую литературу, работает журналистом и пишет статьи на социальные темы. Мама вынесла меня из рушащегося здания. Тогда погибли моя двоюродная сестра с мужем. Армяне – благодарный народ, а гюмрийцы – вдвойне. В те дни тогда еще Ленинакан чувствовал помощь людей практически со всего мира. Эта идея взаимопомощи до сих пор живет в городе. Мы знаем, что в трудный момент людей нельзя оставлять без помощи. Их всех объединяет желание развивать свой город. Невероятный оптимизм, вера в себя и сила воли. Они уверены, очень скоро Гюмри станет городом больших успехов. Армян Успенса, Арман Симунян, МИР24. Данные помогали Армении в поисковых работах и ликвидации последствий бедствия.